Приветствую вас! Женщина пишет, что ей 25 лет, а она, известно, чувствовала себя одинокой и сейчас тоже у нее мало друзей, она не очень дружелюбна. Вот, она говорит о том, что недамужем, вот, немощно это счастье, недавно бросила парня, а потом стало больно, но была вынуждена это сделать, потому что парень оказался женат, у него был ребенок, вот, а автро-вопрос мучила то, что она встречается с женатом, но она говорит, что он ее не отпускал. Также, также ведется речь про то, что у автора вопроса есть больная мама, вот, с которой автору жаль, вот, но что делать она не знает, вот, с одной стороны, хочет к ней вернуться или ей привезти, вот, мама за нее переживает все время и, соответственно, как бы, призывать к тому, чтобы та нашла себе мужчину, создала семью и так далее. Вот, а работа не нравится автору вопроса, но друзья говорят, что со временем все получится. Вот, значит, что еще пишет автор вопроса? Она пишет, что иногда она счастлива, что меня поддерживают, но потом увидев эти страдания, мне становится хуже и больно. Да? Значит, соответственно, она спрашивает, вот, стоит ли мне жить или нет? Как мне быть, стоит ли жить или нет? Вопрос, честно говоря, не понял, конечно же, стоит. Как мне продолжать жить с таким духом или нет? Я не думаю, я не думаю, что вы по своему желанию сможете это изменить. Я думаю, что если бы вы могли это по своему желанию изменить, вы бы же что-то изменили. Да, раз вы не меняете, значит, у вас это не получается. У вас, значит, не получается это изменить и, соответственно, сами вы с этим не справитесь. Вот. Что здесь я хочу сказать? Ну, в первую очередь, наверное, то, что у вас довольно много комплексов, есть проблемы с цена, с МК и то, что вы себя обесцениваете. Вот. Вы себя обесцениваете настолько, что, в общем и целом, ну, считаете, что вот, 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 вот Другой человек – это вы, вы сами своё счастье, но вы себя обоцениваете, вот, очень счастливы в данном случае, вот, и, ну, как бы, вы сами, как бы, для себя опора в этом смысле, вот, понимаете, какая штука, вот, такой вот здесь аспект, поэтому нужно в данном случае заниматься тем, чтобы искать ресурс именно в себе, стараться на себя, учиться, доверять себе, а сейчас вы пытаетесь это сделать за счёт окружающего мира, за счёт других людей, что является деструктивной, мягко говоря, ну, деструктивной, мягко говоря, позиции. На этом всё, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи.